Саламас Тарма, Курметто Тандастар. Здравствуйте, уважаемые соотечественники. Я сегодня хочу провести эфир по поводу экспансии Китая в Казахстан. И ситуация на самом деле достаточно тревожная. Сегодня мы знаем, что Касымжамарт Акаев находится с визитом в Китай. И не случайно Касымжамарт свой первый визит именно на уровне президента, который прошел процесс инаугурации. После выборов он именно в первую очередь направляется в сторону Китая. Многие наши граждане думают, что Казахстан не может состояться как самостоятельное, сильное и независимое государство. Есть люди, которые говорят, что Китаю нет, но мы лучше, что называется, будем фарватеры России, зависеть от России. Тем более мы совсем недавно были в одном государстве, в Едином Советском Союзе. Чем мы попадем в прямую зависимость от Китая или будем под Китаем? По этому поводу я хотел бы пояснить, что как зависимся от Китая, так зависимся от России или от любого другого государства это очень плохо. Тогда это государство не является независимым и сильным государством. Это государство постоянно находится в стадии развала, в стадии различных геополитических рисков, где любое более сильное государство может не только поглотить, даже это не обязательно делать, а просто может управлять различными механизмами, которые существуют в мире. А именно, если говорить о Китае, то можно построить, и собственно уже мы, скажем, в этом направлении находимся, таким образом взаимную экономику построить такую зависимую страну от Китая, от государственных кредитов, от ее предприятий, от того, что покупает Китай из нашей страны, покупает в основном сырье, нить, газ, разные руды, металлы, это основы нашей экономики. Взамен нам поставляет из нашего же сырья выработаны различные товары народного потребления. Ну мы прекрасно знаем, что у нас не производится практически ничего, ни одежда, ни обувь, ни мебель. Ну мебель мы одну уже произвели, правда в лице такая, но тем не менее. И собственно получается мы продаем сырье и получаем готовый продукт, понятно, с добавленной стоимостью со стороны Китая, и таким образом формируется колоссальная зависимость от Китая, например, или от каких-то других стран. Я хотел бы показать и объяснить, как мы можем этого избежать, как мы можем стать действительно независимой, сильной страной, и объяснить, что же так тянет Китай Назарбаева, и почему Такаев этот курс продолжает, почему они упорно сопротивляются, и когда наш народ протестует, говорит, что нет 55 китайским заводам или любым другим действиям, которые правильно, народ говорит, фактически поработить нашу страну, почему же все-таки Назарбаев сопротивляется и упрямо проводит эту линию. На самом деле здесь все очень просто. Вы, наверное, знаете, когда наступают какие-то критические ситуации, когда Назарбаев хочет продемонстрировать, что его якобы народ точно поддерживает, а мы все прекрасно знаем, что когда он был президентом, все выборы были фальшивые, бюллетени были поддельные, или если людей и отправляли на выборы, это происходило недобровольно, что называется, коллективно, на пинках, путем угроз студентов, работников бюджетных организаций, в фальсификации участвовали учителя, врачи и все прочее, и участвовали, по сути, в преступлениях, которые привело к тому, что один человек узурпировал власть, а власть принадлежит народу, никто не может ее присваивать. Собственно, и его ставленник Хасмажимар Такаев, временный ставленник, он не избран народом, мы все прекрасно знаем, что он проиграл выборы, даже такому подставному кандидату, как Хосану, он проиграл. Но, тем не менее, он формально считается победившим, потому что накидали нужное количество бюллетеней, и нарисовали тот процент, который нужен был Азарбаеву. При этой модели вся власть сохранилась в его руках, президент номинальная фигура, а он сидит сзади и дергает за ниточки. То есть, в такой модели политического устройства страны народ ничто, от народа ничего не зависит. И, собственно, раз от него ничего не зависит, то и богатства страны принадлежат тому, кто реально имеет в руках власть, а именно Азарбаев. И какая-то небольшая часть перераспределена среди ближайшего его окружения. То есть, именно такое политическое устройство, когда власть полностью отдана одному человеку и приводит к тому, что народ в целом бедный или нищий, а все богатства, они находятся в руках, собственно, самого Азарбаева. И, конечно же, он хочет построить и продолжить этот курс на вечно, передать власть своим детям, внукам, чтобы они царствовали вечно, чтобы эти богатства оставались в руках этой семьи. И народ продолжал молчать. Для этого он финансирует полицию, спецслужбы, механизмы подавления в его руках, а народ живет своей нищей и бедной жизнью. Вы меня спросите, а как это связано с Китаем? Я вам хочу напомнить, когда наступают критические моменты у Азарбаева, вот, например, как 9 июня, когда тысячи людей вышли по стране и были задержаны около 5000 человек, Азарбаев был перепуган. И что вы увидели? Вы увидели некие обращения рабочих металлургических предприятий, рабочих с каких-то нефтяных предприятий, которые якобы выражали поддержку курсу Азарбаева, выражали какие-то теплые слова, якобы поддерживающие курс Азарбаева. Ну давайте поймем, а кто же его поддерживал? Что за это предприятия такие? На самом деле все просто. Все ключевые предприятия страны принадлежат Азарбаеву в первую очередь, вместе с его партнерами во вторую очередь, третью его приближенным. Ну возьмем такое предприятие, как Carmet комбинат, сейчас называется ArcelorMittal, Тимиртау. Там работает по официальным данным свыше 30 тысяч человек, реально там суммарно минимум 60 тысяч человек. Это только на одном предприятии. И вот вы видели, что было обращение со стороны работников металлургического отрасли, шахтеров, которые заявляли о своей поддержке Нузултана Азарбаева. А почему? Потому что он собственник этих предприятий. Получается, что он владеет этими предприятиями, работники, которые работают на этих предприятиях, его рабы. Рабы почему? Потому что они получают в лучшем случае 100-150 тысяч тенге, хотя на аналогичных предприятиях в мире люди зарабатывают от 3 тысяч долларов в месяц минимум. Нефтяные предприятия тоже, его или с его партнерами, если нефтяники в мире зарабатывают в среднем свыше 10 тысяч долларов в месяц, наши получают 500. И вот эта разница, гигантская разница в заработных платах, вот эта прибыль, она утекает в карманы Нузултана Азарбаева, а люди там работают рабским трудом. И конечно же, менеджеры, менеджмент этого предприятия, этих предприятий просто рождает эти письма поддержки. Профсоюзы, которые полностью зависят от власти, они не являются независимыми профсоюзами, они тоже рисуют эти письма поддержки и создается впечатление, что Назарбаева поддерживают шахтеры, металлурги, нефтяники, учителя, врачи, все те люди, которые прямо зависят от того, кто стоит у руля, кто контролирует власть. И таким образом создается иллюзия, что народ поддерживает этого президента. Средства массовой информации, телевидение, тоже в его руках, они соответственно распространяют эту ложь, и в каждую из вас создается впечатление. О, Назарбаев, он великий, он крутой, он действительно построил страну независимую, и вообще без него никуда что называется. Вот что позволяет ему делать безмерная политическая власть, когда он один назначает всех Акимов областей, министров, правительств, депутатов, судей и так далее. То есть насквозь вся страна принадлежит одному человеку. И поэтому стоит ли удивляться, что вы видите какие-то письма поддержки, якобы от трудового класса и так далее. Ну, собственно, как в Советском Союзе. Народ якобы поддерживает Назарбаева. И все это он добился, контролируя политическую власть в стране. Что произойдет, когда в нашу страну придут так называемые инвестиции Китая? Дело в том, что Китай авторитарное государство, тоталитарное государство, где все вопросы принципиально решает так называемая Коммуническая партия Китая. Так вот, в нашу страну приходят не частные инвестиции, не какого-то человека одного, который в случае возникновения проблем обращается в Казахстанский суд на худой конец в международный суд. Нет, в нашу страну приходят государственные китайские инвестиции. Что значит государственные китайские инвестиции? Это значит, что когда эти компании каким-то образом не выполняют условия присутствия в экономической сфере нашей страны, нарушают экологическое законодательство или еще как-то, когда государственные органы попытаются оказать на них давление с требованием, чтобы они выполняли законодательство страны, сразу из Пекина придет окрик, что вы там нашим компаниям не даете работать. Это не просто окрик, это будет мощнейшее политическое давление, а с учетом того, что наша страна зависит через кредиты многомиллиардные, несколько десятков миллиардов долларов, она зависит от поставок нефти из Казахстана в Китай, трубы туда отстроены, как нефтяные, так и газовые, железная дорога и все прочее. Вы сами понимаете, что Китай будет защищать свои государственные инвестиции. Я вам просто простой пример приведу. Когда разрез северный угольный находился в районе Экибастуза, ну, кто там работает в Экибастузе, прекрасно знает, что такое разрез северный, богатырь и так далее. Так вот, этот разрез принадлежал государственной энергетической компании РАОС, это крупнейший монополист был на тот момент, который контролировал все электрические станции страны, все электрические сети, фактически электроэнергия, которая поступала в западную часть Казахстана, Уральск, Ак-Тубе, северная часть Кустанай и Северный Казахстан шла из России. И получается, что эта угольная компания принадлежала государственной компании монополисту РАОС, и она не платила за транзит по железной дороге нашей государственной компании. Просто не платили, и все, бесплатно катались, возили угли в Россию, жили в долгах, не платили налоги, многомиллиардные, и не у министерств финансов, у правительства не было рычагов, потому что как только налоговая начинала оказывать давление на это предприятие, железная дорога Казахстана прекращала грузить уголь и осуществлять перевозку, потому что у этой компании были долги, сразу шли звонки из Кремля, типа что вы делаете, ну-ка чтобы уголь мог проехать, а когда мы задавали логичный вопрос, заплатить вы не пробовали за транзит, мы же по территории России за транзит платим, наши железнодорожные грузы проходят по территории России, мы платим, наши самолеты летают через территорию России, мы платим, мы за все платим, почему вы отгружая продукции по территории Казахстана ничего не платите, в ответ мы слышали угрозы, что тогда мы вам не пропустим экспорт нефти по территории России, обратите внимание, не пропустим, при этом наши нефтяники платили полноценные деньги за транзит нефти по территории России, мы не пропустим ваши самолеты и так далее, шли такие угрозы, то есть фактически мы становились заложниками этих государственных компаний, которые действовали на территории Казахстана, именно государственных компаний, почему я всегда был против государственных инвестиций любой страны, именно потому, что тогда мы попадаем в зависимость, политическую зависимость от тех или иных стран, так было с государственной компанией Газпром, это мировой гигант, который не пропускал наш газ по территории России, если это была частная компания, которая выполняла бы международные законодательства, законодательства своей страны, обязана была этот газ пропускать транзитом по газовым сетям, что собственно сейчас, например, по нефтепроводам происходит, то есть я хочу на этом примере показать, что мы тогда становимся очень зависимым от тех или иных стран, особенно очень крупных и влиятельных. Был период, когда в Алматы частная бельгийская компания Трактабель владела электрическими станциями, сетями в Алматы. Я лично, конечно же, был недоволен тем контрактом, который был реализован по приказу Назарбаева, за бесценок бесплатно, даже доплатив, им отдали электрические станции и сети крупнейшего мегаполиса страны. Почему отдали? Потому что это предприятие владел не только компания бельгийская, но и сам Назарбаев. Как мне признался Александр Машкевич, что у них там в этом предприятии доля 46%. Но в любом случае это было частное предприятие и когда как министр я требовал их исполнить условия контракта, мне бельгийский король не звонил с требованием, чтобы я помог или дал какие-то льготы этой бельгийской компании. Звонки ко мне шли только от султана Назарбаева, который пытался поднять тарифы для населения в Алматы и так далее. То есть как только компания становится каким-то образом причастна государству, происходит немыслимые вещи, страна попадает под жесточающую зависимость. Уважаемые друзья, вы не должны удивляться, почему Назарбаев скрывает, что за эти 55 так называемых заводов, кто собственник. Они говорят, это коммерческая тайна, рассказывает о десятках миллиардов долларов инвестиций в нашу страну, но при этом мы не знаем, кто там владельцы. А владелец там Назарбаев со своими китайскими партнерами. Фактически он затаскивает нашу страну не частный китайский капитал, которых тоже немало в Китае, а именно затаскивает государство. Что он делает? Как он с ними встраивается в долю, запрыгивает капитал? Механизмов очень много. Например, государство дает льготы по налогообложению. Раз. То есть, если вы платите сейчас налог на прибыль 20%, они говорят китайская компания ноль. Второе. Недра принадлежат государству. Контракт на недропользование, на эксплуатацию этих природных ресурсов, нефти, природных ресурсов других, руд, подписывает правительство, то или иное ведомство по поручению правительства. Таким образом, существуют какие-то платежи рентные за эксплуатацию этих недр. Что делает Назарбаев? Эти платежи резко снижаются, они могут даже дойти до нуля. И таким образом он говорит китайцам, смотрите, я вам даю налоговые льготы раз, я снижаю рентные платежи два, полиция, милиция, комитет национальной безопасности задушат любого, кто попытается поднять проблему низких заработных плат. Профсоюзы под моим контролем, вы можете людям платить 200-300 долларов, там, 100 тысяч тенге, да, в мире нефтяники получают 10 тысяч в среднем долларов, моим вы можете платить 100-150 тысяч тенге, а если они будут выходить на забастовку, я дам поручение полиции, мы их арестуем, профсоюзников арестуем, людей будем избивать, а если надо, мы будем стрелять, как собственно произошло в Жан-Авзене в 2011 году, вот каким образом он, используя государственные рычаги, встраивается в этот бизнес, и он заинтересован, чтобы нашу страну пришел именно государственный капитал, потому что те страны нуждаются в нем, потому что он является проводником их инвестиций в Казахстан, излечения супер прибыли, он их прикрывает, не дает возможность людям требовать поднять заработную плату, профсоюзных лидеров сажают в тюрьму, таким образом наша страна, в связи с тем, что он обладает такими политическими рычагами, превращается реально в тюрьму, люди, которые работают на этих предприятиях, они получают ничтожные заработные платы, они не могут поднять голову, если они возмущаются, их увольняют, они нигде не могут найти работу, и наступает момент, когда все ключевые предприятия страны, как сейчас собственно произошло, принадлежат Назарбаеву, его китайским партнерам, и что тогда получится, когда мы будем требовать от правительства справедливой оплаты труда, выплаты различных пособий, эти предприятия, на которых люди получают нищенскую заработную плату, будут писать письма, телевидение, газеты изображать, что миллион людей поддерживают Назарбаева, и этот режим будет продолжать дальнейшее свое существование, десятки предприятий, которые даже действительно будут построены в нашей стране, они будут полностью под контролем Назарбаева и китайцев, и та Кабала, которая сейчас, на данный момент существует, она будет продолжаться десятилетиями. Вот что значит китайские инвестиции в нашу страну. Если бы эти были инвестиции частные, какого-то богатого китайского предпринимателя, если бы он не имел такую государственную крышу, то он был бы вынужден платить людям достойную заработную плату, потому что люди бы начали выходить на забастовки, и никто бы этому китайскому частному предпринимателю не подписал бы льготы по налогообложению, никакие льготы не были бы у него по контракту за использование недр Казахстана, которые принадлежат государству, каждому гражданину. То есть вы понимаете, почему в нашу страну именно заходит государственный капитализм так называемый, это государственные инвестиции Китая. И вы теперь, надеюсь, понимаете, почему скрываются собственники, потому что если раскрывать собственник, там вылезут уши над султана Назарбаева. Именно поэтому он постоянно ездит в Китай и окутывает страну кредитами китайскими, потому что завтра эти кредиты будут рычагом давления на нашу страну, завтра эти предприятия, на которых будет работать десятки тысяч наших граждан, собственник Назарбаев вместе с китайцами, они будут защищать этот режим. Потому что им их работодатели скажут давайте выходите несите в урну, голосуйте вот так, как сейчас собственно происходит на этих предприятиях. Группа предприятия так называемая Евразийская, Машкевич, Шадиев, Епрогимов. Я думаю, что работники этих предприятий сейчас меня слышат и прекрасно знают, что они получают 90-100 тысяч тенге, работают на вредном производстве и звук они могут произнести, потому что эти предприятия своего рода монополисты у себя в городе как Хромтау или в Ахтубе или в Павлодаре или в городе Рудном и если вас уволят, вы нигде не найдете работу. И эти профсоюзы все работают на администрацию, на владельцев предприятий, в частности группу Машкевич так называемый, но они партнеры султана Назарбаева. И получается у нас вся страна страна рабов. Как только политическая монополия на власть будет разрушена, все изменится. Сейчас мы находимся именно в опасной ситуации, потому что все инвестиции, которые приходят в страну со стороны Китая, там Назарбаев с китайцем, с китайским правительством и они подписывают, я имею ввиду Казахстан, Назарбаев подписывают разные соглашения не только экономического характера, но и политического договора, взаимопомощи. Там очень много опасных пунктов есть, я недавно один договор читал, это взаимодействие по чрезвычайным ситуациям. Там довольно немало пунктов, которые фактически позволят при определенных ситуациях обратиться с просьбой об оказании не только гуманитарной, но и военной помощи. Поэтому уважаемые друзья, мы должны препятствовать так называемым государственным китайским инвестициям, потому что это приведет к полному тотальному закабалению нашей страны. Это касается любой другой страны, нам не нужно давать возможность, чтобы в нашу страну инвестировались так называемые государственные инвестиции, потому что за этим стоят договоренности. как например на Каспийском море заходят крупные компании, за которым стоит Путин, который сотрудничает типа Лукойл или Роснефть и все прочее. На территории, которая принадлежит казахстанской части, каспийская часть шельфа разработки, присутствуют российские компании. В этом случае они как бы выигрывают тендер, за то, что они выиграли, за то, что там льготные условия, они оформляют долю в бизнесе, создают специальную структуру. Вы слышите это Роснефть или Лукойл. На самом деле здесь присутствуют экономические интересы на султана Назарбаева. Они оформляют свои интересы на тайных через офшорные структуры и так далее. То есть как только в нашу страну встраиваются крупные государственные по сути компании или компании, в которых присутствуют интересы высокопоставленных как Путин например или еще кого-то лиц, то считайте, что там идут такие договоренности, которые приводят к потере гигантских средств нашей страны. Уважаемые друзья, я в начале этого выступления сказал, что я хочу пояснить, как добиться того, чтобы наша страна действительно была сильной, независимой от любой страны, опасной для нашей страны Китая, или зависимость будет от России, или от любой другой страны. На самом деле в мире таких примеров много, когда то или иное государство, даже не входя или не будучи членом того или нового союза, например, как Европейского союза, или каким-то образом связаны какими-то договорами, они проводят автономный независимый курс, процветают, и их экономика является передовой, является примером для многих стран, ведущих стран мира. Я вам скажу, например, Швейцария. Заработная плата учителя, для сравнения, от 8,5 до 10,000 долларов наш учитель и 500 долларов не получает, а там 8,5 до 10,000 долларов. Швейцария, население всего лишь около 9 миллионов человек, является одним из самых крупных финансовых институтов мира. Банки Швейцарии известны во всем мире. Швейцария крупнейший экспортер промышленных товаров, различного оборудования, различных технологий. Вы знаете, что одна из ведущих стран мира по уровню доходу, по качеству жизни и все прочее. Возьмите такую страну, как Норвегию, схожую с нами, страна населением всего лишь нескольких миллионов человек. У них свыше триллиона долларов на счетах у Национального нефтяного фонда, и эта страна может жить просто на этих процентах от инвестиций этого фонда. То есть они его только накапливают свыше триллиона долларов. При этом наша страна добывает нефти больше, чем Норвегия. И себестоимость нашей нефти меньше, чем у норвежцев. Норвежский уровень жизни считается одним из самых высочайших в мире. Эти страны, как Швейцария, как Норвегия, так Швеция, так Финляндия, они проводят нейтральный, автономный, независимый курс. Таня, сейчас члены европейского сообщества, но у них собственная национальная валюта, собственный мощный бизнес, у них парламентское управление и нет такого, чтобы один человек контролировал всю власть в стране, что народ был бедный или нищий. Нет, все богатства страны перераспределены среди граждан. Я даже могу вам простой пример привести, когда кто-то будет говорить об успехах Назарбаева, вы просто возьмите пример маленькой Эстонии, у которой средняя заработная плата свыше 1500 долларов. У нас и 500 долларов нет, это врет официальная статистика. А Эстония одновременно с нами вышла из Советского Союза. Очень много в мире стран, которые в состоянии проводить независимый сильный курс. Что для этого нужно? Для этого нужны простые вещи. Для этого нужно, чтобы страной управлял народ. Тогда все богатства страны действительно перераспределяются среди народа. И мир давно изобрел этот механизм. Парламентская республика не давать власть в руки одному человеку, управлять парламентом через своих представителей депутатов, регулярно их менять на выборах, чтобы присутствовали действительно представители народа. И тогда эти депутаты, прямо представляющие интересы народа, проводят курс народа. И тогда не будет никаких монополий, все контракты будут прозрачные и открытые. мы уже многократно озвучивали, что когда к власти придет политическое движение демократический выбор Казахстана, через два месяца средняя заработная плата нефтяников увеличится минимум в три раза. То есть не как сейчас около 500 долларов в среднем, на самом деле там меньше, как вы понимаете, 100-150 тысяч тенге, очень много нефтяников получает. мы установим среднюю заработную плату на сырьевых предприятиях минимум 1500 долларов, то есть в три раза больше. И это коснется всех частных предприятий, государственных, бюджетных работников. Вы снова и снова можете мне задать вопрос, а где мы возьмем денежные средства? Я говорю, что они есть, я много раз показывал, что только на разнице заработных плат в сырьевом секторе, где основные доходы просто складываются в карманы Назарбаева, в год из нашей страны уходит минимум 30 миллиардов долларов в карманы этой политической верхушки. Поэтому эти деньги будут развернуты нашим гражданам и в экономику страны. И тогда, когда эти денежные средства хлынут обратно в экономику страны, они не будут где-то в офшорах, в том же самом Китае или в Сингапуре или в арабских странах или как сейчас шикует семья Назарбаева в Швейцарии или в Лондоне, эти все средства будут работать в нашей стране. Тогда будут построены десятки заводы и тысячи талантливой молодежи, которые безусловно есть в нашей стране, они будут развивать бизнес в нашей стране. И тогда у нас будут все производства и одежда и мебель и все прочее будет производиться в нашей стране. Сейчас монополия на политическую власть не позволяет нашим бизнесменам свободно организовывать бизнес в нашей стране, привлекать инвестиции, потому что вся власть и весь бизнес основной принадлежит этой политической верхушке. И именно тогда, когда мы построим такую политическую систему, когда все будет решать народ, в нашей стране будет все. Это будет разносторонняя экономика, а не просто будет поставлять не в газ и металлы. Возьмите любую демократическую страну, абсолютно любую, любой точке мира, и вы удивитесь, что демократической стране экономика диверсифицированная, она совершенно разная, они не работают на одном сырье, а где тоталитарные режимы, возьмите Саудовской Аравии, 90% построено на нефти, возьмите Иран, возьмите Ирак, возьмите Россию, и есть очень простая закономерность, диктатуры, авторитарные страны, они все не диверсифицированы, у них экономика не разнообразные, это приводит к тому, что узкая часть промышленных предприятий работает, которым владеет политическая верхушка страны, это приводит к тому, что не демократические страны, они сырьевые, неразвитые, система образования, медицина, все отсталые, народ живет нищете бедные, поэтому уважаемые друзья, как только мы сменим политический режим, у нас будет диверсифицированная, разнообразная экономика, все богатства страны перераспределятся среди граждан, у нас не будет никакой зависимости, ни от Китая, ни от России, ни от кого, и такую страну, конечно же, граждане будут защищать, и я вам просто приведу пример, Израиль, население около 9 миллионов человек, но это одна из самых мощнейших и сильных экономик, сильнейшая армия, и таких примеров я могу привести немало, почему, потому что граждане страны любят свою страну, страна работает, поддерживает своих граждан, государство, и тогда, такую страну не победит никто, и мы тоже этого можем добиться, единственным препятствием для реализации такой цели, такой задачи, является политический строй, диктатура султана Назарбаева и его политической верхушки, поэтому, когда завтра приедет Хосможимар Такаев, будет рассказывать о десятках миллиардов инвестиций, якобы которые придут из Китая, что у нас появится огромное количество предприятий, вы имеете ввиду, мы только усиливаем свою политическую зависимость, мы шаг за шагом теряем свою независимость, мы еще больше становимся рабами, и наступит момент, когда мы потеряем независимость, независимость нашей страны, потому что это и политические верхушки, все равно для них для них лишь бы существовали их богатства и кто там управляет китайцы или кто-то это их не волнует. Уважаемые друзья, 21 сентября 14.00 мы по всей стране проводим митинги, места обозначены, реклама уже пошла, я призываю вас добиться перемен, все эти перемены возможны только тогда, когда мы сменим политический режим Нурсултана Назарбаева, мы добьемся всех перемен независимости, мы сможем построить сильные государства только тогда, когда мы заставим этот режим уйти, построим парламентскую республику, мы сможем построить сильную независимую страну в короткие сроки, потому что у нашей страны для этого все есть, я призываю вас поддержать наш призыв 21 сентября 14.00 мы ждем вас на площадях нашей страны, Алга Казахстан